Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И не только духовно воскрес, но и физически. Аминь. Я много вас не буду садить, и спасибо. Много времени брать уже вас не буду. Я думаю, может быть, в следующий раз я поделюсь более в детальности. Я хотел поговорить тему, которая столкнулась, проблема, которая была в Каримфинской церкви. И первое, если прочитаем вообще первое послание Каримфинам, там была интересная дилемма. Апостол Павел, когда он поехал на миссию, он заехал в этот город, Каримф, он там привел многих людей ко спасению. Потом он пишет им первое письмо, первое Каримфинам, он пишет им письмо, потому что там возродилась большая проблема. И какая проблема возродилась? Там было учение, много разных было учений. Вообще, кстати, если говорить о город, где находился сам эта церковь Каримфинская, это был Каримфинский город, но они были около провинции, провинции, где римляне правили, но там доминировали греки. И это был, как бы сказать, центр интеллекта в того времени, где умы всего мира были там. А если ты хочешь быть успешным, скажем, императором или каким-то успешным бизнесменом, ты направлялся в ту провинцию, потому что там самые лучшие были обучения. Философия, интеллект, были разные reasoning, дебаты, искусство говорить. Это было в той местности. То интересно, что происходит в той моменте. Павел, когда пишет местописание, 15 глава, можно открыть 1 Коринфянам, 15 глава. Я знаю, что мы уже слышали, но я хотел бы немножко сделать таких пару моментов, и мы будем сейчас идти молиться. Здесь что происходит? Павел в этой церкви говорит им о Христе, они приходят ко Христу, потом он слышит, уже приходят к нему слухи, что в этой церкви уже не верят в воскресение Иисуса Христа, физическое воскресение. Они верят в духовное, но не физическое. Некоторые верили, что Иисус Христос воскрес физически, некоторые говорили, что Он воскрес духовно, а третья группа людей говорили, что да, Он воскрес физически и духовно, но мы-то не воскреснем. он-то воскрес а мы не воскреснем и вот здесь теперь вот картину которую мы поняли да он пишет павел 1 коринфянам и давайте прочитаем с третьего стиха 1 коринфянам 3 стих павел посвящает 15 главу защищая мысль что иисус христос не только воскрес духовно но и физически 3 стих 1 коринфянс chapter of 14 а петтнадцать 15 начать версии и написано так а я буду читать снова переводом самое важное что я получил я передал вам христос умер за наши грехи согласно писанием он был погребен и был воскрешен на третий день согласно писанием он упоминает он явился киафе и потом двенадцати ученикам после этого он явился еще более чем 550 500 братьям одновременно большинство из них еще еще в живые а некоторые уже умерли затем он и явился иакову потом всем апостолам и последнему из всех явился мне жалкому и в новом переводе говорится недоноску интересная мысль кстати если мы посмотрим как павел уверовал в иисуса христа ключевым было его измена сердце когда он увидел воскресшего иисуса христа который явился к нему когда он ушел по пути помните он говорит кто ты господи он горит ты же кого ты гно гнал иисус христос горит и жигнал меня и тогда павел он увидал что он гнал иисуса христа это был ключевой его поворот жизни когда он увидел что иисус христос кого он гнал кого мы они распяли, что Он был воскресший тот. И интересно, здесь он обращается к Иеревинской церкви и говорит им, что физическое воскресение Иисуса Христа, оно было, видимо, учениками, он показывает. Потом не только учениками, даже, говорит, 500 братьев, которые в одно время он явился им. Другой он говорит, что он явился Иакову, потом, говорит, явился Минея. Он потом перечисляет, что явление Иисуса Христа, это не было в физической форме. И дальше, ниже, если мы будем читать 15 главу, он говорит, если бы это только было в духовном смысле, то напрасно мы верим в всего это. Почему он это говорит? Интересно, в то время, даже не в то время, и сейчас, учение называется Dualistic Worldview. Я поясню. Что такое Dualistic Worldview? Здесь человек делит вещи на хорошие и плохие. В то время люди говорили, что все, что физическое, это худое, плохое, все, что духовное, это хорошее. То есть было учение в коринфянской церкви, что Иисус Христос не мог воскреснуть в теле, потому что тело, это не хорошее. Он только воскрес, как я сказал, в духовном формате. И вот этим Павел, зная, что они, греки, были пропитаны этой философией, он приводит и доказывает им, что Христос воскрес не только в духовном смысле, но и в теле. Потому что ты и я теперь можем иметь надежду, не только, что ты будешь однажды воскресен в теле, а в духе, но и в теле тоже. И Павел посвящает более чем всю главу, показывая, что воскресение Иисуса Христа, оно критично важно, чтобы мы ее воспринимали не только в формате духовного, но и физического. Многие из вас знаете свидетелей Иеговы, которые стучатся каждый раз, и вам дают такой журнальчик, там называется Watchtower, или Стражная башня по-русски. И они, если с ними будете иметь диалог, они не верят, что Иисус Христос воскрес физически. Они верят в воскресение, но они говорят, что Он воскрес духовно, как и в Коринфянской церкви была дилемма. И они убеждают, что воскресение Иисуса Христа было только сугубо в духовном формате. Когда ты его спросишь, этого свидетеля Иегова, а куда же тело делось? Ихний ответ стандартный, тело испарилось. А как тогда, что Фома прикоснулся к его телу? Они объясняют так, что дух однажды в некоторые моменты брал форму тела, потом назад становился духом. Это их интерпретация, свидетели Иеговы. Мы знаем, что почему нам важно, как христианам, и как Павел говорит, верить в воскресение Иисуса Христа не только в духовном концепте, но и в физическом. Что ты и я однажды придет момент, мы не только воскреснем духовно, мы воскресли духовно через Христа смерть. Но когда наше тело, этот храм, который мы носим, однажды он, или мы расстанемся с ним, или мы постареем, придет момент, где Господь воскресит нас в теле физическом. И Павел здесь говорит, братья и сестры, говорит, наша будет вера, ну, ничто, если это только было в духовном формате. И он очень показывает важную сторону, чтобы мы имели правильный взгляд на воскресение Иисуса Христа. Знаете, вот, как я говорил, есть dualistic worldview, что физическое – это все плохое, духовное – все хорошее. Мы видим, что Павел здесь показывает, что две вещи – духовное и физическое – оба были сделаны Богом. Знаете, может быть, вы часто слышали, когда говорят, ну, братья и сестры хорошо часто больше упражняются в духовном. Аминь, это так. И мы часто, может быть, слышим, что физическое – малополезное, да, есть такое местописание. Но ни в коем случае мы не можем сказать, что физически это греховное или плохое, потому что все сотворил Господь. Первый, когда Бог сотворил Адама и Еву, Он сотворил их в физическом теле, нас. И никогда Он не сказал, что это плохое. То учение, вот это, которое было в Каримфинской церкви, оно еще протягивается и сегодня. Оно находится в различных других вероисповеданиях и немного входит в церковь, где люди начинают делить, что хорошее, что худое. То нам очень важно, чтобы мы понимали воскресение Иисуса Христа. Оно не только нам дает в духовном, как я уже сказал, формате или в духовном смысле, но и физическом. Почему оно важно? Потому что Слово Божье говорит, если бы это только было духовно, тогда бы Иисус Христос не мог умереть за твои мои грехи. Потому что должна быть кровь пролита. Тогда Он не победил смерть. Тогда остается очень много теологических и доктринальных вопросов, которые тогда, если в духовном смысле, Бог не решил. Но мы видим, что воскресение Его было физическое. И Он отвечает на каждый из этих вопросов, что Он победил смерть. И мы знаем, мы читаем уже в Откровении, что наш самый большой враг – это кто? Смерть. И Он победил эту смерть, воскрес, не духовно, но физически. Наш номер один враг был побежден Иисусом Христом. И из-за этого Он говорит, что Он первенец, он первый плод, который пришел от воскресения, есть Иисус Христос. Как радостно, что в этот день, когда мы вспоминаем воскресение Иисуса Христа. Это не теоретически, это не просто духовный формат, но это было в настоящем смысле. Если, знаете, посмотреть христианскую историю, никакая доктрина в христианстве больше была испытана, чем воскресение Иисуса Христа. Сколько разных было испытаний, чтобы опровергнуть воскресение Иисуса Христа. Даже неверующие историки убеждают факт, что воскресение – это неизбежно факт, что Христос поистину воскрес. Даже неверующие историки, если взять даже Библию и сказать, ну покажите, на каких исторических документах, не используя Библию, вы можете показать, что было в истории воскресения Христа. Мы найдем более чем 11 источников. 11 историков в то время писали о каком-то воскресении. И представьте, дорогие братья и сестры, что этот факт, который самый большой пытается, пытались опровергнуть, что это нереальный был, чем больше они пытаются опровергнуть, тем больше и больше убеждаются, что это случилось. Из-за этого Павел говорит, это очень важно тебе и мне. Полагаться, знать, что Слово Божие – это естественно. Знаете, у нас какой есть порой минус, что когда мы часто детям что-то говорим из Библии, мы часто используем фразу «историю». И у детей у наших залагается в разуме, ну это «it's a story». Let me listen some like a story. Нам нужно говорить, заменить историю на истину. Когда, чтобы ребенок запоминал, что это истина, это не история, это факт, его нельзя опровергнуть. Это есть истина, которая не подносится под даже «dispurable aspect of it». Слово Божие напоминает, что мы можем полагаться на нашего Иисуса Христа. И знаете, что радует меня, что Павел проводит это все время, пишет им, потом говорит, что придет время, я отошлю своего ученика Тимофея, который поможет вам разобраться в ваших теологических, доктринальных проблемах и ошибках. И он помогает этой церкви как-то назад сформулироваться. Но что интересно, что почему Павел был очень эффективным в этом служении. Павел понимал, кто эти греки были. Он понимал их философию, он понимал их образ жизни, и он с ними мог дискуссировать. И вы даже заметите, в Павле, когда он делал служение, он использовал, говорит, есть Бог, который вы еще не знаете, unknown God. Он использовал с их философической точки зрения, мог с ними иметь диалог и проповедовать им Христа, чтобы они уверовали в Иисуса Христа как в личного спасителя. Потом, когда он видел, что они начали раздвояться мыслями, он приводит их и говорит, братья, не унывайте, воскресенье было физическое, и вот вам факты, на чем мы можем полагаться. Помните, мы читали за Фому, и мы часто Фому рисуем, что он маловерный брат. Но нет лучше примера для мусульман, чем этот пример, когда, помните, в Иоанна написано, когда Фомас сказал, «Я не поверю в Иисуса Христа, пока вместо моей руки не прикоснутся к его ранам и не прикоснусь к его Богу». И там он после этого, когда он прикасается, он говорит, «Господь мой и Бог мой». Вот это слово «Господь мой и Бог мой» показывает личность Иисуса Христа, что он является Богом. И когда мусульманы начинают думать и говорить, потому что они всегда говорят, что Иисус Христос себя не называл Богом, но вот это место Писания для них является креугольным ступенем веры в Иисуса Христа. Для нас, касается, ну ты маловерный брат. Для некоторых он является человек, который показал личность Иисуса Христа как Богом. То, что я хочу сказать, смысл, что слово Господне, оно оставлено для нас не просто как история, но как убеждение в наших разных богоисканиях и ступенях нашей жизни. Для кого-то, может быть, это больше надо с интеллект стороны, для кого-то надо больше, чтобы чувствовать, а для некоторых просто он берет верою. Каждый человек имеет свой подход, как он смотрит. Но Господь отвечает для каждого человека, кто он и как он был. Как мы говорим, Фома, да? Он говорит, я хочу, прежде чем я положу свою жизнь на алтарь и буду готова умереть за него, я хочу проверить, что это тот, о ком, с кем мы ходили, это тот воскрес поистинному, чтобы я знал, что это он воскрес, а не кто-то другой. То Павел здесь нам напоминает красивую картину, что Слово Божие, оно есть истинное и верное, что это не история. И воскресение Иисуса Христа, это не есть миф, это не есть какая-то просто выдумка истории, но это есть истинный факт, который был проверенный, не только был проверен, но, говорит Павел, если бы Христос не воскрес, то наша вера была бы бесчетна, не pointless. Потому что, говорит, а мы можем базироваться, потому что Он воскрес не только духовно, но и физически. Давайте сейчас мы преклонимся и поблагодарим Бога за Его воскресение, что Он через Его воскресение победил самого нашего большого врага, и это есть смерть. И Он дал нам новую жизнь в Иисусе Христе. Молимся.